Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Не справились с обязанностями. Кто из арендаторов пляжей оставляет грязные пятна на курортных территориях и своей репутации? Найти и обезвредить. В «Анапе» для профилактики природных пожаров используют высокие технологии. Уступи дорогу. В городе на одном из аварийных перекрестков изменится приоритет движения. Расскажем, где именно. Пляжи для пансионатов и санаторий в «Анапе» – главная достопримечательность летнего курортного сезона. Заключив договор на уборку их территории, владельцы здравниц гарантируют отдыхающим чистоту и порядок. Те, кто решили самостоятельно справиться с этой серьезной задачей, сделали своих курортников заложниками такой беспечности. Самостоятельно очистить берег от многотонного выброса комки нереально. О том, кто этим летом решил прорваться на авось сквозь курортный сезон – в нашем сюжете. В последние три дня июля море сильно штормило. Выброс кладов рыбродячей водоросли, больше известной как комка, пришелся как раз на те пляжи Пионерского проспекта, где планировали со стихией, если что, справиться своими силами. Целый километр золотых песков, где буртуют водоросли, чтобы они подсокли и можно было вывести эти зловонные кучи, для отдыха не привлекателен. Ситуация именно на этом пляже, на котором мы находимся, это Лог-Звездочка-Юг, детская оздоровительная организация. Она не заключила своевременные договора с организацией, которая специализируется по вывозу именно такого вида отходов в область моря. Ситуацию вы прекрасно видите. Нам писали письма, мы справимся сами, мы своими силами. Мы прекрасно понимаем, что это блеф, что люди вводят нас в заблуждение, наводятся и надеются на авось, а авось в этом году пронесет. В течение двух суток, если территория пляжа не будет приведена в надлежащее состояние, информация будет направлена в природоохранную прокуратуру, в Роспрометнадзор с требованием расторжения с этими договорами, с этой организацией договоров на водопользование и на пляж. Мы уже уведомление о расторжении по пляжам, это уже направили в эту организацию, сейчас оно как бы находится в стадии оформления. Ну, как бы нерадивым владельцам пляжных территорий не место на Анапских пляжах, потому что это в целом очень сильно портит общий имидж города. Никто не разбирается, это детская, взрослая, просто звучит слово Анапа. Меры, которые будут предъявлены к владельцам пляжа, вполне оправданы. Золотой песок Анапских пляжей можно и нужно содержать в порядке, если по-хозяйски относиться к природному богатству, как к богатству. В школе номер пять первоклассники бесплатно получат прописи и специальные рабочие тетради. Там полным ходом ведется подготовка к началу учебного года. В кабинетах ведутся косметические ремонты. Кроме того, с сентября ученики смогут заниматься на новой волейбольной площадке. Эту площадку с искусственным покрытием построили на деньги, выделенные депутатом. В пятой школе любят заниматься волейболом, есть своя команда. Где-то более основательный с выравниванием стен, а где-то легкая косметика. В школе около 40 классов также в этом году здесь усовершенствовали систему безопасности. Новый замок на входе. Кроме того, заменили часть пожарной сигнализации в спортивном зале. В ряде помещений появились новые датчики. 1 сентября в школу придут более 1700 ребят. Из них процентов 40 ученики младших классов. В этом году все первоклассники бесплатно получат учебные тетради и прописи по всем предметам. А ученики вторых классов по русскому языку, математике и окружающему миру. Это все за средства бюджета муниципального. Наша задача облегчить родителям подготовку школьника к школе. Канцелярию купить, тетради купить, школьную форму приобрести, спортивную форму приобрести. Это не так дешево. А у нас очень много многодетных семей в школе. Очень много. В этом году все школы полностью обеспечены учебниками. На общую сумму контрактов более 9,5 миллиона рублей приобретут порядка 46 тысяч книжек. Более 11 миллионов рублей из муниципального бюджета выделено на доступную среду. К новому учебному году у нас сейчас готовятся все школы муниципалитета. Это и косметические ремонты, и благоустройство территории. Естественно, что на эти виды работы выделяются муниципальные средства. В этом году на средства муниципального бюджета планируется приобрести 3 школьных автобуса, а еще 2 при софинансировании с краем. Новая техника должна поступить в школы Станиц, Анапская и Гостогаевская, а также хутора Чекон. В новый учебный год Анапа войдет и с обновленной дорожной инфраструктурой. До 1 сентября в городе отремонтируют несколько участков дорог. Капитальный ремонт проводится на условиях софинансирования из краевого бюджета. Сейчас большая техника работает на одной из центральных улиц. На Краснодарской. Здесь укладывают новый асфальт на всем ее протяжении, от улицы Крымской до Чехова. К временным неудобствам жители относятся с пониманием, так как давно ждали этого ремонта. В ближайшие дни, как только завершатся все асфальтоукладочные работы, временные знаки уберут, на полотно нанесут разметку. На улице Гоголя идут подготовительные работы. Здесь также будет новое асфальтовое полотно. Кроме того, уже установлены новые бордюры. Всего по программе краевого софинансирования в Анапе отремонтируют 7 участков дорог. Большая часть работ уже выполнена. Это Пионерский проспект, часть дороги. Это улица Краснодарская, Лермонтово, улица Красноармейская, там часть тоже дороги. Уже Пионерский проспект сделан, часть дороги. Подрядная организация работает соответственно. В продолжение дорожной темы. Пересечение улиц Самбурово с Черноморской – один из самых аварийных перекрестков в городе. За год здесь нередки случаи ДТП, иногда с тяжелыми последствиями. Страдают не только водители, но и пассажиры автотранспортных средств, пешеходы и жильцы близлежащих домов. На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было вынесено предложение об изменении приоритета движения на данном участке дороги. Улицу Самбурово сделают главной, а улицу Черноморскую – второстепенной. Наша съемочная группа узнала, когда изменения вступят в силу и чего ждать от новых правил. Самбурово – односторонний магистральный выезд из города. Пользуется приоритетом практически на всем протяжении. Однако на этом участке при пересечении с Черноморской установлен знак «Уступи дорогу», который водители часто игнорируют. Только за этот сезон здесь произошли две крупные аварии с пострадавшими, а также множество мелких ДТП. Одно из них – с участием маршрутного такси. От удара с легковушкой оно врезалось в уголы жилого дома. Трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Ирина Рыбак – свидетель той аварии. Работает в магазине неподалеку. Говорит, подобные ДТП приходится наблюдать довольно часто. Последняя авария, конечно, я была в шоке. Потому что вот между этим промежутком, между машиной и автобусом, ушла женщина с ребенком. Это ее чудом не зацепило. Я вижу вот эти картины постоянные, постоянный скрип тормозов. Так водители многие думают, что она главная, поэтому, может быть, и есть смысл ее сделать, этот кусок главный. Чтобы устранить очаг аварийности, администрации города совместно с отделом ГИБДД было решено переорганизовать движение на данном участке. Вопрос о повышении безопасности дорожного движения на данном пересечении был вынесен на комиссию по ГИБДД, обследован совместно с сотрудниками ГИБДД, и принято решение до 10 августа изменить приоритет движения, то есть улицу Самбурово сделать главный по направлению Черноморска. Черноморская будет у нас второстепенной, будет нанесена дополнительная разметка, предупреждающая водителю о приоритетах, установленные дорожные знаки на желтом фоне. Считаем, что данные мероприятия принесут положительный результат в целях снижения аварийности. Сделать Самбурово главной на всем ее протяжении просили и многие водители. Все сходятся во мнении, что эта мера должна уменьшить количество ДТП на перекрестке. Однако первое время водителям придется привыкать к вновь установленным правилам, и аварии могут случаться уже из-за новых изменений. Но инспекторы напоминают, что если ездить не по привычке, а по знакам, то и аварий будет меньше. У нас люди привыкли ездить по привычке, хотя я призываю водителей, транспортных средств, при проезде перекрестка все же обращать внимание на знаки приоритета и выполнять их требования. Если стоит знак «Уступи дорогу», надо уступить дорогу, а не по привычке ехать дальше, что здесь когда-то была главная дорога. Все же мы для людей стараемся, чтобы не бились машины и не страдали люди. На процедуру изменения приоритета движения уйдет предположительно 10 дней. А дальше время покажет, насколько принятая мера эффективна. На помощь людям приходят беспилотники, особенно когда это касается таких стихий, как пожары и подтопления. Их работа по контролю за местностью неоценима. В камышах поймы реки Анапка к этому времени года всегда много рыбаков. К тому же здесь ведутся очистные работы русла реки. Оценить обстановку помогали краевые службы. Зимой на этом самом месте глава города Сергей Сергеев, оценивая уровень подтопления улицы в станице Анапской, дал поручение прочистить русло реки Анапки. Сейчас эти работы ведутся. И поскольку места в пойме болотистые, поросшие камышом и труднодоступны для пешего обследования хода работ, на помощь специалистам МЧС пришел беспилотный летающий аппарат. Тот объем работы, который проговаривался еще зимой, вы знаете, что это было подтопление улицы набережной станицы Анапской, сейчас ведутся работы в соответствии с контрактом, который заключил управление ЖКТ. И мы просматриваем, насколько объем выполненных работ соответствует техническому заданию. Сейчас уже видно, что эти объемы пока не выполнены в полном объеме, но я надеюсь, что благодаря вот этому видеоматериалу те нюансы, те, которые проблемные в участке, мы сможем скорректировать, в том числе проведение этих работ. Камыш в августе звонкий, сухой, легко возгорается. А здесь, как известно, излюбленное место рыбаков. Поэтому осмотреть территорию с высоты птичьего полета необходимо и на предмет пожарной безопасности. Помогает специалистам МЧС, представители краевой лесопожарной инспекции. 9 лет на страже детской безопасности. 1 августа 2008 года в Краснодарском крае начал действовать закон 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. За это время закон полностью оправдал себя. Несовершеннолетних на улицах в ночное время стало меньше. Сократилось и число правонарушений с участием подростков. Критивность этого закона, она абсолютно подтверждена временем. Потому что, если, допустим, взять 5 лет назад, когда мы проводили, начинали территориумные проекты, еще 9 лет назад, когда мы только стартовали, когда закон был принят 1 августа, то мы видели, сколько детей было на улицах, городах, сельских, населенных пунктах. Сегодня можно уверенностью сказать, что наличие детей на улицах значительно уменьшилось. Составление протоколов в разы уменьшилось на родителей за правонарушение. То есть мы считаем, что закон имеет свою четкую, однозначную силу и сыграл свою роль. Работа по реализации детского закона продолжается. Только за первое полугодие текущего года в Анапе проведено 215 рейдовых мероприятий в городе и сельских округах. Сформированы 242 патрульные группы. Выявлено 284 подростка, допустивших нарушение детского закона. Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении 222 родителей. В вечерние часы во время рейдов посещено 216 семей, состоящих на профилактическом учете с несовершеннолетними их родителями, проводятся разъяснительные беседы. Каждый анапчанин знает, что по закону после 22 часов несовершеннолетние не должны появляться на улицах без сопровождения взрослых. За этим и дальше будут пристально следить специальные рейдовые группы. На театральной площади продолжаются выступления творческих коллективов, участников фестиваля детского и вожатского творчества «Анапа. Республика детства». С концертными номерами выступили уже пять детских здравниц. Лагерь «Счастливое детство» подготовил программу со смыслом. На главную сцену курорта вышли более 80 детей из разных городов. Для них это дебют, лагерь участвует в фестивале впервые. По словам организаторов, интерес зрителей и участников только растет. Юные звездочки смогли зажечь публику своим артистизмом. Трудно было устоять на месте и не пуститься в пляс. В лагере «Счастливое детство» придумали свою программу, не похожую на другие. В музыкальных и хореографических номерах отражена жизнь лагеря, а она там очень насыщенная. В здравнице действует много кружков. Это и студия танца, и уголок рукоделия, спортивные секции. Есть даже кружок ораторского мастерства. Сама задумка в том, что номера поставлены таким образом, как будто зритель проживает лагерную смену. То есть каждый раз у нас подводки к номерам объясняют, что это день второй, это закрытие смены, это открытие смены. Номера в Ажатске также присутствуют. Место на самом деле мы, как и все, в принципе, ждем, но нам, наверное, самое интересное, это действительно развить наших ребят, показать, что наши ребята действительно что-то могут показать, что они будут иметь какой-то опыт в дальнейшем, и это будет им удобнее, и для них это будет полезнее. Аяна Орлова приехала из Питера, в Анапе впервые. Говорит, поначалу чувствовала себя неловко в большом коллективе, но со временем смогла раскрепоститься и даже обрела новых друзей. На концерте она исполнила танцевальный номер вместе со своей подругой. Стиль хип-хоп попробовала впервые. До этого занималась этническими танцами. Номеры движения придумывали сами. Я волнуюсь танцевать в такой большой сцене. Ну, я надеюсь, ну, мне кажется, что в конце мы все выйдем такие счастливые и с хорошими впечатлениями и настроением. В Анапе очень понравилось. Ну, тут очень погода хорошая, отличается от Петербурга. У нас дожди, а здесь солнце, жара, это круто. Большая часть здравниц уже выступила. Определились и первые лидеры. Но подводить итоги пока рано. Здравницы продолжают подавать заявки на участие. 3 августа свою концертную программу представит детский лагерь «Смена». А 4 числа на главной сцене курорта выступят творческие коллективы города Воронеж. Завтра, 2 августа, в Анапе пройдет ряд мероприятий, посвященных 87-й годовщине образования воздушно-десантных войск. В 11 часов возле стелы город Воинской славы пройдет патриотическое мероприятие. А в 12 на театральной площади состоится праздничный концерт. Десантники устроят показательные выступления. Также на площади будет работать полевая кухня, где всем гостям предлагается угоститься знаменитой солдатской кашей и чаем. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 2 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Ночью до 29 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин